Добро пожаловать! Мы поддерживаем в проведении избирательных процессов в самом широком смысле этого слова во всем мире. Мы поддерживаем выборы в европейских странах, начиная с конца 1980-х годов. Это уже 15-й выпуск нашей серии. Мы рассматривали различные вопросы от организации выборов до инклюзии, кибербезопасности, дезинформации, направленной на женщин в политике, злоупотребления государственными ресурсами, а также роль России в европейских выборах. Если вы пропустили какие-либо из наших предыдущих мероприятий, мои коллеги разместят ссылку на эти мероприятия. Меня зовут Магнус Омман. Я старший советник АФС по политическому финансированию, а также директор регионального европейского офиса АФС в Праге, который является организатором этого вебинара. Это мероприятие является частью более крупной программы помощи демократии, финансируемой агентством США по международному развитию. И мы проводим нашу деятельность благодаря щедрой поддержке американского народа. Сегодня в центре нашего внимания дезинформация. Это неточная информация, которую преднамеренно распространяют как иностранные, так и внутренние субъекты. И эта проблема стала достаточно серьезной проблемой в избирательных и политических кампаниях в европейских странах. Есть опасения, что усилия по борьбе с дезинформацией сами по себе также могут поставить под угрозу свободу слова и демократию. Борьба с дезинформацией, безусловно, имеет важнейшее значение для противодействия явлению, которое может подорвать демократический процесс. Мы говорим о нелиберальных правительствах, которые используют борьбу с дезинформацией как предлог для нападок на оппозицию и гражданское общество. Также мы говорим о том, что мы можем назвать честными действиями, направленными против дезинформации, которые могут непреднамеренно нанести ущерб свободе слова. Чтобы больше узнать об этом вопросе, мы привлекли известных экспертов по избирательным и политическим процессам. Сначала я задам несколько вопросов глобальному специалисту IFES по социальным сетям и дезинформации Центра прикладных исследований и тренингов. Госпожа Лиза Ретел присоединится к нам для этой беседы. Далее мы обратимся к Матею Чибику, научному сотруднику Института философии Чешской академии наук. Далее мы поговорим с Лорой Торнтон из Альянса за обеспечение демократии из немецкого фонда Маршалла. И наконец-то мы обратимся к Марчину Валецки, бывшему сотруднику департамента, руководителю департамента демократизации ОБСЕ БДИПЧ, а теперь к научному сотрудникам колледжа Святого Антония в Оксфорде. Прежде всего, позвольте обратиться к Лизе Ретел из IFES. Лиза, давайте начнем с разъяснения терминов. Когда мы говорим о дезинформации, в смысле противодействия дезинформации, что это значит? Да, конечно, спасибо, Магнус. Мне приятно с вами общаться и выступать вместе с другими панелистами. Дезинформация предполагает недобросовестную информацию, ложную информацию. Магнус уже упомянул во время вступительных ремарок, что дезинформация может означать информацию, которая распространяется с целью, с намерением причинить вред или же без такового намерения, или же может быть дезинформация, которая распространяется правдивая, но с намерением нанести ущербы. Может быть, в качестве примера указана информация, связанная с COVID-19, или же доксинг, предоставление домашнего адреса кандидата или же личной информации. Эта информация также используется преднамеренно. Но я нахожу, когда люди говорят о дезинформации, часто они используют это как сокращенное обозначение гораздо более широкого набора проблем, как Клэр Уолт и проект под названием First Draft, первый проект назвали информационным беспорядком. Благодаря эволюции цифровых коммуникаций и формированию новостной экосистемы, которые отвлекают нас от общего понимания реальности, множество новых явлений возникло, и это достаточно динамичное явление. И также это гораздо больше, чем сумма отдельных фрагментов информации. Это достаточно сложная проблема, и при этом следует не забывать от довольно простых решений, которые разрабатываются. Они зависят от достижения консенсуса по определению дезинформации. Например, в законодательстве о борьбе с фальшивыми новостями, с дезинформацией, также это зависит на наиболее подверженный риск постигательства на свободу слова. Это слишком сложное явление и слишком много серых зон, зон неопределенности, которые не позволяют дать такое определение, которое охватывало бы все аспекты этого явления. Сегодня мы поговорим более конкретно о компаниях по борьбе с дезинформацией. Это компании, которые находятся под руководством различных субъектов. Мы сегодня поговорим об этом детально. Если вы говорите об управляемых компаниях, то можете ли вы обозначить круг субъектов, о которых мы должны думать и роль которых мы должны понимать, когда мы говорим об этом вопросе. Безусловно, после Brexit и выборов в США в 2016 году большое внимание стало уделяться вопросу злонамеренных действий иностранных агентов. Тут речь, безусловно, идет о компаниях по распространению информации из России, Китая и Ирана. И я знаю, что многие другие панелисты, которые будут выступать сегодня, расскажут о различных аспектах этого явления. Однако это неполная картина дезинформации. И направление, которое меня интересует очень особенно в разрезе моей деятельности в IFES, это различные тактики информационных компаний, которые используют местные субъекты. И это связано с реальностью, согласно которой мы констатируем, что не урегулированы положения, что позволяется онлайн во время ведения кампании. И политические субъекты, которые ведут кампанию онлайн, возможно, они используют односторонние тактики повезения, участвуя в избирательной гонке. Также это порождает целую систему, экосистему коммерческих субъектов, которые пытаются нажиться на этом бизнесе по разжиганию ненависти и поляризации общественного мнения. Это могут быть как внутренние субъекты, так и международные субъекты, которые распространяются с большой скоростью дезинформации. Поэтому нужно учитывать их. Спасибо. Главная тема нашей дискуссии сегодня – это взаимодействие между дезинформацией и свободой слова. Если мы принимаем во внимание чувствительность этой темы, как можно регулировать деятельность, направленную на борьбу с дезинформацией? Мой опыт подсказывает, что если вести кампанию по борьбе с дезинформацией, это может вызвать резкую реакцию, или же, если речь идет о санкциях для производителей контента. И эти оба варианта имеют свои недостатки, однако надо помнить о том, какая общая картина, какую проблему мы пытаемся решить. Регулирование платформы – это первый вопрос, который приходит на ум. Сейчас идут глобальные дискуссии, глобальные обсуждения касательно регулирования и предложения также использовать требования касательно контента и вне рамок контента, тоже какие требования должны быть, и платформы, в частности, какие требования должны выдвигать для субъектов, также политических субъектов. Во многих странах мира это происходит, происходит такая дискуссия, однако есть несколько крупных игроков, если принимать во внимание, что есть финансовые вопросы и вопрос финансового регулирования деятельности платформ. Безусловно, если мы будем говорить о санкциях касательно распространения фейков и дезинформации, такое регулирование, которое представляет риск для избирательного права применения, это может также нести угрозу свободе слова, свободе выражения взглядов. И также, как мы говорили ранее, есть трудности с определением, что такое дезинформация. Такие законы полагаются на четко определенные процессы и процедуры принятия решения. Это может быть достаточно неэффективным механизмом оспаривать информационный беспорядок, то явление, о котором я упоминала ранее, и постоянно, учитывая, что информационное пространство постоянно функционирует и очень большая динамика, в нем наблюдается довольно сложно дать четкое определение. Есть страны, у которых есть адекватные процессы по защите прав человека, и страны, у которых есть хорошо разработанные законы, и некоторые страны используют их как образец законодательства Германии и Франции. Но при этом надо понимать, что существует риск в глобальном масштабе. Но есть два узких направления, которые следует рассмотреть. Если мы говорим об информационном беспорядке, есть другие направления в регулировании, которые могут стать неотъемлемой частью этого общего регулирования. Если мы поставим целью улучшить информационное пространство. Ранее я говорила о том, как дезинформация используется в разрезе внутренних информационных компаний. Есть достаточно большое количество законов, которые регулируют допустимое поведение участников избирательных гонок. В каждой стране такое законодательство существует. Однако во всех странах еще не удалось достичь полного соответствия регулирования всему арсеналу методов современного ведения компании онлайн. Необходимо рассмотреть способы, как дать определение онлайн рекламе, или же дать определение поведению онлайн, и что из-за такого поведения представляет собой политическую рекламу, или же политическую агитацию, или же злоупотребление админресурсами. Это как использование государственными служащими аккаунтов в социальных сетях для политической рекламы. Также масштабные компании противодействия дезинформации требуют денег на цифровую рекламу, также на привлечение влиятельных лиц и посредников для разработки и распространения цифрового контента. Достаточно много вопросов связано здесь. Спасибо, Лиза. Если основываться на том, о чем вы говорили, хочу спросить у вас, что можно предпринять для противодействия дезинформации, не ставя при этом под угрозу свободы условия, и что сделать в этом направлении IFES? Несмотря на то, что признание сложности такого информационного беспорядка может казаться шокирующим, это также значит, что есть много точек приложения усилий. И также может быть намерение искать технологические решения, или же некоторые думают, что правильные действия со стороны платформы или правильное законодательное регулирование помогут нам улучшить ситуацию. Однако нет, этот вызов будет всегда с нами. Это вызов, связанный с проблемами обмана, политической пропаганды и также подстрекательства к насилию. Они были всегда с нами. Только сейчас эти все проблемы перешли в онлайн. И наши технологии во всем мире терпят поражение, потому что наша когнитивная броня все еще формируется. Мы полагаемся на активную позицию всего общества. IFES работает именно так. IFES много работает с органами администрирования выборов, которые также имеют дело с такими сложными вызовами. Также способствуем продвижению и популяризации ценностей и прозрачностей. Это те вещи, которые делает IFES. Мы разработали пособия по стратегическим коммуникациям, по кризисным коммуникациям для органов администрирования выборов. Также мы разрабатываем целый арсенал инструментов для работы онлайн, для органов администрирования выборов. Также мы должны подчеркивать и развивать умения органов администрирования выборов, а также избиратели, работать с онлайн инструментами. Также IFES работает с регуляторами по внесению изменений в нормативно-правовую базу. IFES достаточно много работает с организациями гражданского общества. Очень много происходит в этом направлении изменений. Организации гражданского общества используют онлайн инструменты для того, чтобы обнаружить нарушения в онлайн-поведении и в онлайн-агитации политической кампании. Также мы IFES способствуем обменам между коллегами из разных стран для обмена опытом и для усиления их способности противостоять таким вызовам. Мы работаем с сетями факт-чекеров, занимаемся проектами повышения цифровой грамотности. Также работаем с платформами, роль их очень важна в этом процессе. Мы с помощью различных платформ и их привлечения, их внимание к этому вопросу, я думаю, что мы можем объединить наши усилия. На этом я хочу остановиться, Магнус. Спасибо большое, Лиза. Лиза Репел из АТОС. Теперь мы обратимся к Матею Чибику, сотруднику Института философии Чешской академии наук. Матей, вы услышали также, как и мы, мнение Лизы. Как, по вашему мнению, мы должны определять теорию дезинформации или заговора, в том числе онлайн? Прежде всего, позвольте поблагодарить за то, что привлекли меня в качестве панелиста. Я бы сказал, что я немного не согласен с… У меня есть определенное мнение, подход к дезинформации всегда отличался сложностями. Лиза упомянула такие термины, как информационный беспорядок или же когнитивная броня. Я бы сказал, что самая проблематичная вещь в области дезинформации – это то, что она представляет собой информацию, которая нереалистична или неправдива. Как, например, мое исследование в сфере теории заговора показывает, и Лиза это упомянула, что на практике очень-очень сложно полагаться на этот подход. И нельзя сказать, что вот есть определение дезинформации, давайте это определение внедрим в законодательство. Это очень-очень проблематично. Прежде всего, некоторые теории заговора являются правдивыми. Watergate-скандал или же террористическая атака 11 сентября – это также результат теории заговора в практике. Поэтому сложно дать четкое определение. Некоторые теории заговора являются правдивыми, некоторые неправдивы, но возможны или вероятны. Некоторые более вероятны, некоторые менее вероятны, но некоторые бывают совершенно безумными теориями. В этой информационной среде очень сложно получить четкое определение или же дать дефиницию, которая была бы основана на линии политики, которую мы могли бы использовать в законодательном поле. Определение дезинформации является настолько проблематичным и, по моему мнению, намного лучше думать о дезинформации или ложной информации с этической точки зрения, рассматривать их в этической плоскости. Если мы говорим о теории заговора, например, как разжигание ненависти, и также мы можем ставить вопрос, является ли распространение такой конкретной информации, направленной на какую-либо этническую группу, или же связанной с расизмом или ксенофобией, и такой этический подход важен не фокусироваться на когнитивных предрассудках или предвзятому отношению. Этический аспект очень важен. Если говорить об этом, вы и доктор Хардес провели исследование, вы говорите, что если утверждение является неправдивым, это не обязательно означает, что это представляет проблему для общества. Можете объяснить, что вы имеете в виду? Тут мы должны упомянуть такое понятие, как факт нерациональности. Многие люди верят во многие неправдивые утверждения, например, если взять астрологию или же гомеопатию, натуропатию и так далее. Это факт, который характеризирует наше общество, человеческое общество. В течение всей истории человечества было достаточно много таких распространенных идей, которые неправдивы, но люди верят. Верят в них, противодействие информации, которая неправдивая или же прежде всего, прежде всего, это непрактично. Слишком много таких утверждений есть, которые являются неправдивыми, но люди им верят. Тогда мы должны бы противодействовать всей неправдивой информации. Слишком большое количество такой информации наблюдается в информационном поле, это гороскопы и так далее. Очень много прогнозов и другой информации такого порядка. Это непрактично. Во-первых, во-вторых, с философской точки зрения, я думаю, что у людей должна быть свобода пропагандировать и распространять информацию, теорию, как, например, инопланетяне. Здесь нет никакого вреда, если люди будут делиться теориями, касающимися инопланетян или же людей-ящериц. И нужно ли нам, обществу, бороться с такой дезинформацией или неточной информацией? Почему так много людей верят этому? Если мы будем бороться с этим, то общество потеряет свои характеристики свободы. Ключевой вопрос, который следует задать, это не то, что эти вещи являются неправдивыми, ложными или почему люди верят в ложные информации. Но я бы предложил задать такой вопрос, что еще там кроется, чтобы оправдало наше вмешательство в решение этого вопроса, постановку вопроса о том, что нужно оспаривать или бороться с данной информацией. На мой взгляд, тут важно принимать этические подходы. То, что вы говорите, очень интересно. Можете ли вы несколько примеров привести, чтобы разграничить, где есть проблематичное утверждение и непроблематичное утверждение? Да, я могу вам привести такой базовый пример. Например, если я сделаю такое заявление, что нами руководят ящерицы, это одно утверждение. Другое, тут проблем нет, если такая информация будет распространяться. Если взять утверждение, что нами руководят евреи, это начинает уже звучать как проблематичное утверждение. И не потому, что одно утверждение является правдивым и другое нет, а потому что это утверждение адресовано определенной группе, и оно связано с антисемитскими сентиментами и желанием распространять, разжигать вражду. Если взять утверждение, нами руководят определенные субъекты, следует анализировать, возникает ли в связи с этим этическая проблема. И возникает ли дискриминационное отношение. Еще один пример, который используется в популярных теориях, в теориях заговора, это теория замены, и распространяет сомнения, что волной эмиграции руководит Брюссель или Джордж Сорос, и главной целью этой волны эмигрантов является заменить население Европы. Это ложное утверждение, но вопрос, является ли оно проблематичным. Тут связано несколько аспектов, так как в основе его лежит враждебное отношение к эмигрантам. И возникает вопрос, это враги? Люди, которые приезжают сюда, это враги? Мы боремся за свою жизнь, и, конечно, если мы боремся за свою жизнь, то в нашем арсенале могут быть разные средства, а также пропаганда, разжигание ненависти. Поэтому я аргументирую необходимость применения подхода наряду с эпистемиологическим подходом, подхода, основанного на этике. Если мы говорим о подходах противостояния из информации без того, чтобы это создавало угрозу для свободы слова, по вашему мнению, важно развивать свободное и равное гражданское общество, или же гражданскую позицию, которая является и свободной, и равной, основанной на равенстве. Сейчас очень многие люди говорят о необходимости продвигать медийную грамотность, а также критическое потребление информации. И есть мнение, что медийная грамотность поможет решить такие проблемы. Мое мнение, люди не верят в эти теории, потому что их обманы. Они верят в эти теории, так как они каким-то образом связаны с теми концепциями или представлениями о расе, комосексуальности и о других явлениях. Простая идея лежит в основе этого. Враг, дезинформация это не о том, чтобы определить врага. На самом деле враг это те глубоко укоренившиеся понятия или представления о расе или о гомосексуализме, например, о каких-то важных понятиях. И что необходимо делать, это повышать осведомленность людей, развивать толерантные отношения и уважение к различным меньшинствам. Есть группы, которые больше всего дезинформации получают. Они должны пользоваться уважением и авторитетом в обществе наряду с другими группами. Легче об этом говорить, чем делать, так как я философ, у меня, естественно, нет практического способа, как решить эту проблему или же рецепта. Однако я могу определить, где находятся основные проблемы. Это в таких уязвимых местах в наших обществах. И, по сути, это проблемы этического порядка. Это гораздо глубже находится, чем проблема дезинформации. Спасибо большое, Матей Чебек из Чешской академии наук. Далее мы обратимся к Лоре Торнтон, директору и старшему сотруднику Альянса по обеспечению демократии. Лора, много циркулирует информации о дезинформации и, в частности, в отношении социальных сетей. По вашему мнению, как платформы социальных сетей, что делают платформы социальных сетей по защите свободы слова? Спасибо большое, Магнус, за ваши вопросы. Спасибо, что привлекли меня быть вашим панелистом сегодня. Прежде всего, я хочу сказать, что онлайн-пространства не являются нейтральными. У нас нет единого голоса, однако многие любят использовать идею первой поправки Конституции и призывать к обеспечению нейтральности в информационном пространстве. На самом деле это важный фактор. Это не просто свободное выражение взглядов, это очень дорогое удовольствие. В 21 веке 44,5 миллиарда долларов составляет стоимость крупнейших платформ. Также политические компании тратят огромное средство на рекламу в социальных сетях. Также есть факты, связанные с распространением дезинформации о вакцинах по противодействию COVID-19. Есть факты, подтверждающие это. Огромные суммы были потрачены маркетинговыми службами на распространение такой информации. Прибыль является тем фактором, который заставляет вращаться эту сферу. Как заработать больше денег? Если мы говорим об этом, то эквивалент свободы слова на общественной платформе, на общественной социальной платформе, это, по сути, если бы мы перевели все в физическую плоскость, это значит, что каждый бы взял рупор и кричал бы и пытался закрыть рот тому, чье мнение не совпадает с ним. Довольно сложно бороться с дезинформацией, особенно если мы говорим о маргинализированных группах, которые подвержены дискриминации. Если мы говорим о разных группах и о гендерных группах, то гендерная дезинформация, гендерно направленная дезинформация направлена на то, чтобы заставить женщин молчать. И мы думаем, что если женщины получат возможность полноценно участвовать в общественной жизни, это улучшит положение женщин. Однако никогда информационное пространство не было свободным и прозрачным, если взять, например, явление порнографии. Но я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Доступность информации онлайн очень важна для продвижения демократии. Если взять компанию, которая была в прошлом году в США реализована Black Lives Matters, я думаю, что во многих странах лидеры стран могут подтвердить то, что онлайн пространство очень важно. Путин, если взять Путин и компания против Навального, меня очень поражает то, насколько искусно работают специалисты в этой области, очень быстро развивая компанию против Навального, а также распространяя дезинформацию, которая влияет на США. Если мы рассмотрим основные негативные эффекты дезинформации, это лишение женщин права голоса, это распространение информации, связанной с вакцинами, или же информации, которая направлена на этнические группы, на меньшинства. Но и без онлайн пространства мы имели ту же проблему. Мы можем процитировать классиков, которые говорили, что наша задача является увеличивать количество правды. Это будет наш ответ дезинформации. Я хочу задать вам вопрос, насколько женщины диспропорционально больше страдают от дезинформации. Да, конечно, я уже об этом немножко говорила. Определение гендерной дезинформации – это распространение неточной информации и изображений, которые направлены на подрыв образа женщины, роли женщин в общественной и политической жизни. Такая дезинформация распространяется с целью подрыва активного участия женщин в общественной жизни. И есть многие женщины, которые готовы бросить вызов различным проблемам, также гендерной дезинформации. Мы исследовали этот вопрос, когда исследовали выборы в Германии. Количество атак онлайн стало объектом нашего исследования. И женщины представляют угрозу, устоявшемуся порядку, как угроза для мужчин, то, что они могут забрать место мужчины в органе власти. Я думаю, что в Грузии, например, были угрозы опубликовать видео сексуальной жизни. Они это не делали против мужчин, а женщин. И молодые женщины, вот если они знают, что такое возможно, то, безусловно, никто не захочет из молодых женщин идти в политику. Однако гендер – это очень удобный способ обратить дезинформацию на инструмент атаки. Автократы местные, также иностранные, безусловно, распространяют нарративы, направленные против женщин, против ЛГБТ-общин, так как это, безусловно, служит интересам политических нарративов. Чтобы не жаловаться на деятельность Facebook и Instagram, у них, к сожалению, очень негативная тенденция или же статистика касательно устранения такого контента с их страниц. BBC провела блестящую кампанию по раскрытию фейковых страниц, однако наводнение информации неправдивым контентом, который подрывает уверенность женщин в своих силах. Это большая проблема. Распространение ненавистнических высказываний против женщин – это большая проблема. Возвращаясь обратно к вопросу свободы прессы, для многих женщин существует проблема в том, что они не могут свободно выражать свои взгляды, так как они боятся, что против них будет направлена дезинформация или же такие атаки. Это значит, что женщины не участвуют в полноценном информационном пространстве, в общественной жизни. Они недостаточно представлены. Спасибо большое. Прежде чем я задам следующий вопрос, хочу озвучить просьбу от переводчиков говорить медленнее. Можете ли вы предложить глобальное видение того, как дезинформацию использовали и как манипулировали дезинформацию для недемократических целей, в частности, в ситуации с COVID. COVID – это прекрасный пример, как COVID используется как повод уменьшить пространство для демократических процедур и ценностей. И красота такого понятия, как аудит выборов, мы не можем говорить о нем в том смысле, к которому мы привыкли. Мы наблюдаем, что демократия во многих странах испытывает все больше трудностей. Даже в европейских странах наблюдается демократическая эрозия. В Венгрии и другие страны Центральной Европы. Безусловно, COVID-19 также сказался на этом. Свобода слова и свобода средств массовой информации. Большая международная идея, которая раньше лежала в основе, было проведено исследование, согласно которому 40% стран приняли меры, которые сокращают пространство для демократии. 14% европейских стран также прибегли к таким тактикам. И одна из причин этого – это дезинформация, распространение фейков о болезни. Некоторые страны даже принимали законодательство, которое на этом основано, на этой информации. Так как законодательство, касающееся аудитов, невозможно полноценно реализовать во время пандемии. И также во многих странах были приняты законы в обходе традиционных способов принятия законодательства. Также такие меры, как требования резолюции от органов здравоохранения, прежде чем информация будет опубликована. Это, к сожалению, негативное явление настоящего времени. В таких странах, как Беларусь, журналисты лишаются права работать, лишаются своих лицензий или аккредитации, если они сообщают информацию о COVID. Они находятся под контролем. Или же, как в некоторых странах, как в Нигерии, были проблемы с офисами, редакционными офисами медиа. Если взять правдивую статистику, которая касается вируса, люди часто находятся в состоянии информационного вакуума. Они не могут выбрать источник информации. Спасибо большое. И последний вопрос. Пожалуйста, кратко ответьте на него. Какие есть решения для борьбы с дезинформацией, которые не представляют собой ограничения, собственно говоря? Я согласна с тем, что мы слишком много обращаем внимания на предложение этой дезинформации. Так не сработает. Мы можем, конечно, убрать контент. Это как бороться с цунами. Я думаю, что нам следует начать делать. Это фокусировать внимание на стороне потребления. Мы, люди, представляем проблему в этом. Как мы можем поменять себя? Как нам создать более устойчивое общество, которое более стойкое, не подвержено дезинформации, как предыдущие докладчики говорили о том, что находится в корне проблемы. Тут очень много глубинных вопросов, связанных с представлениями, с мотивацией. Во многом людьми руководит страх отсутствия доверия. Что нам нужно сделать, чтобы построить такой дискурс? Или же следует ли создавать такие нарративы, которые будут противостоять этому? Или же выстраивать связи между различными ячейками общества? Я думаю, что очень интересные примеры можно привести. Многие рассматривают Финляндию. В Финляндии очень высокое доверие к медиа. В Финляндии есть очень обширная программа медийной грамотности. Но также в Финляндии работают с отношением общества. И тут речь идет о стратегии, комплексной стратегии безопасности. Она охватывает и учителей, и правительство, и органы обороны, и также обычных людей. И они работают с этими общими представлениями об угрозах в обществе. Много есть идей. Я думаю, что нам следует проявить инновационный и креативный подход к этому. Спасибо большое, Лора Сорнтен, из Альянса обеспечения демократии. Сейчас мы обратимся к Марчину Валецки, бывшему руководителю Офиса демократизации в ОБСЕ БДИПЧ. Сейчас он является приглашенным научным сотрудником в колледже Святого Антонио в Оксфорде. Марчин, учитывая вашу роль в качестве бывшего главы отдела демократизации в ДИПЧ в ОБСЕ, я хочу спросить у вас о линии политики, которую региональные организации в Европе приняли в отношении борьбы с дисформацией. Спасибо, Макнус, за то, что вы привлекли меня участвовать в вашем вебинаре. Я работал также с IFES несколько лет назад. Я бы, конечно, попросил друзей поделиться документами, которые являются основой тех политик или политического курса. Когда мы работаем в рамках региональной организации, такой как ЕС, ОБСЕ, ОАГ, Совет Европы, они все работают в рамках конвенции о правах человека, декларации о правах человека или международных инструментов, которые регулируют права человека. С другой стороны, распространение информации, даже ложных фактов защищено. Есть право получать информацию, даже если это ложная информация. С другой стороны, Европейская конвенция о правах человека требует, чтобы государство защищали человека от ограничений со стороны частных лиц. Меры, которые ограничивают распространение информации, как, например, навешивание ярлыков или же удаление контента, или блокирование, это означает, что нарушена пропорциональность этих принципов. Я хочу упомянуть несколько подходов, которые представил ЕС. Мы также говорим о демократиях, какие есть документы. Если посмотреть на первичный подход ЕС, вопрос дезинформации, рассматривался из двух точек зрения. Первое. Саморегулирование. В 2018 году был разработан кодекс практики по борьбе с дезинформацией. В 2020 году была проведена оценка применения этого кодекса, которое определило достаточно много пробелов и недочетов. Саморегулирование поддерживается. Это один способ противостоять этому. Также очень важно учитывать политические инициативы. Есть план действий по продвижению европейской демократии. Один из них касается продвижения целостности выборов и создания экосистем для выборов, обеспечения демократических выборов. В этом плане предложено целый арсенал стратегий, разработка инструментов для санкций, применения санкций, повышения осведомленности граждан и инвестирования в надежную медиа и информационную экосистему. Некоторые эксперты считают, что политика ЕС в отношении дезинформации страдает от недостатка терминологической определенности. Слишком много инструментов используется, которые не были сформированы надлежащим образом. Но при этом ЕС также достиг определенных успехов. Был создан такой документ, как план действия по продвижению европейской демократии. Была создана целевая группа ИСТ-стратком и система быстрого оповещения. Однако хочу упомянуть Магнус инициативы, которые очень близки к деятельности АФС. Они очень важны, и особенно в связи с тем, что сказала Лора. В 2020 году специальный докладчик ООН по вопросам свободы мнений, а также представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и специальный докладчик ОАГ опубликовали совместную декларацию о свободе выражения взглядов в эпоху цифровых технологий. И согласно этому заявлению, государства не должны злоупотреблять своим положением для предвзятого избирательного отношения к средствам массовой информации. Если мы наблюдаем вопросы криминализации и криминализацию такого подхода, то я считаю, что мы перегибаем палку. Крупнейшие проблемы, которые мы наблюдаем в области целостности выборов, проблемы исходят от внутренних субъектов, преимущественно дезинформация от внутренних субъектов. Есть определенные политические режимы в рамках ЕС, которые используют это как для собственного вмешательства и, собственно говоря, сокращения свободы средств массовой информации и свободы выражения взглядов. Используя определенные информационные сообщения, ограничивая свободу других средств массовой информации. Спасибо вам большое. В некоторых странах правительство использует понятие дезинформации и угрозы свободе прессы, свободе выражения взглядов. Как вы можете это вписать в контекст того, что происходит? Когда я работал в ОБСЕ, в ДИПЧ, я очень много наблюдал за распространением дезинформации. И что мы... Когда мы обсуждаем иностранное вмешательство и манипулирование умами граждан ЕС, я бы сделал ссылку на Карнеги, и согласно которым государство-члены ЕС также становятся источником дезинформации. Лора упомянула об этом. Несколько примеров из Венгрии и из Польши. Если я позволю себе процитировать комиссара ЕС по свободе прессы, также сделали вывод, что комбинированный объединенный эффект от распространения дезинформации наблюдается манипулирование, подмена понятий для... Собственно говоря, это составляет угрозу для свободы слова. Как надо подчеркнуть, средства массовой информации выполняют важную роль, выступают свободными голосами, которые доносят информацию. И в рамках посреди ЕС в этом году был подготовлен меморандум по данному вопросу. В марте 2020 года было принято законодательство, связанное с борьбой с COVID-19. И было введено чрезвычайное положение, которое также предусматривало, что люди, которые распространяют дезинформацию, могут получить приговор в виде тюремного срока до пяти лет. И освещение в СМИ различных событий на самом деле и угроза от того, что журналисты могут получить такое наказание, это является угрозой свободе прессы. Если взять, к примеру, ситуацию в Польше, отчет моей организации, где работал ОБСЕ по результатам наблюдения за президентскими выборами в 2020 году, согласно этому отчету, в некоторых сообщениях средств массовой информации наблюдалась ксенофобия и распространение разжигания ненависти. Я также очень кратко хочу упомянуть, недавно ОБСЕ подготовил экспертное мнение о том, что касается введения чрезвычайного положения в Польше и, в частности, запрета доступа для СМИ к определенным территориям. В этом экспертном выводе упоминается, что отсутствие информации может порождать дезинформацию. Я думаю, что эти примеры, как я сказал, пример Венгрии и пример Польши, и то, что я сказала, что важно обращать внимание на внутренних субъектов и на то, как они распространяют дезинформацию, не только иностранные субъекты и иностранное вмешательство. Спасибо, Марчин. Сейчас мы переходим к сессии вопросов и ответов. Если у вас есть вопросы или комментарии, пожалуйста, пишите их в чате. А пока что я зачитаю те вопросы, которые мы получили. Первый вопрос адресован Лизе Репел. С вашей точки зрения, что должны компании, компания-платформы социальных медиа, такие как Фейсбук, должны сделать, чтобы бороться с дезинформацией, но при этом не представлять угрозу свободе слова? Да, конечно, я с радостью отвечу на этот вопрос. То, что меня очень удручает, когда мы делаем акцент на правдивости сообщений контента, то социальные платформы рассматривают не контент, а координированное и управляемое поведение и также на каком уровне Фейсбук будет предпринимать действия, что является именно тем количеством информации. Если мы говорим о заявителях, Фейсбук отлично работает с такими заявителями, заявителями о таких нарушениях, важно более четко дать определение нарушениям и также, что платформы должны делать и какой должен быть минимальный порог. Другой вопрос, который меня волнует, это то, что нам необходимо развивать и усиливать доступ гражданского общества к данным. Меня беспокоило то, что за последние шесть месяцев мы видели отчеты и сообщения от Фейсбук. Это то, что инициатива и усилия гражданского общества по контролю над деятельностью различных субъектов усилились. Также я думаю, что важно усиливать прозрачность рекламы. У Фейсбук есть такой инструмент, как библиотека рекламы, однако не был расширен перечень этих стран за последние полтора года. Какой есть механизм, какие финансовые механизмы могут использоваться в исследовании данных о финансировании компаний? Если взять других субъектов, Лора очень четко упомянула об этом. Если мы говорим о манипулятивном контенте, мы наблюдали, что за последние лет Фейсбук начал реализовать программу сотрудничества с партнерами, которым они доверяют. Я не думаю, что на практике работает это всегда идеально, однако мы можем ожидать, что на местном уровне всегда найдутся партнеры, которые будут заявлять о проблемах. На этом я должна завершить. Да, конечно, Лиза, у нас мало времени осталось, поэтому прошу всех кратко выступать. Вопрос к Марчину Валецкий. Вы говорили о целенаправленных усилиях определенных правительств. Однако есть еще злонамеренные усилия по предотвращению свободы слова. Что я хотел бы отметить? Я уже об этом говорил. Безусловно, мы не просто решаем национальные или же региональные проблемы, нам необходимо создать дискурс или же дебат о глобальной политике по борьбе с дезинформацией. И я думаю, что в ЕС ведутся усилия в этом направлении. И также проводятся исследования. Я не думаю, что у ОБСЕ есть необходимые ресурсы для этого, чтобы реализовать это в полном масштабе. Я думаю, что ОБСЕ как орган, который в течение многих лет является лидером в создании стандартов, в продвижении передовых стандартов. Я думаю, что ОБСЕ мог бы предложить стандарт, когда речь идет о дезинформации в избирательных компаниях и в избирательных процессах. ОБСЕ смог бы сформулировать терминологию и, возможно, подготовить положение нерегуляторной природы, нерегуляторного характера. И также, если мы говорим об инструментах мониторинга и аудита для организации гражданского общества, это тоже можно было бы предложить. Если мы работаем с такими субъектами, как организации гражданского общества, которые развивают проекты в области гражданского образования, медийного образования, есть потенциал для того, чтобы предоставить местным неправительственным организациям инструменты для мониторинга за такой практикой. Спасибо, Марчин. Следующий вопрос адресуется Мачей Юсибику. Вопрос, я зачитаю его. Если вы не будете пытаться остановить людей, которые распространяют неправдивую информацию, неважно, это проблема или нет, не существует ли риск того, что эта информация может запутать людей и еще труднее будет бороться с дезинформацией, неправдивой информацией, которая является проблематичной. Что вы думаете об этом? Простой ответ на этот вопрос. Как я пытался подчеркнуть, мы, общество, состоящее из людей, нас всегда заносит в сферу неправдивых утверждений или же верований. Но, как вопрос был задан, в определенных областях может быть проблема, и то, что мы можем утонуть в дезинформации, и пандемия является ярким примером этого. У нас есть очень много дезинформации онлайн, везде, в имейлах, на всех каналах информации, и, безусловно, это может быть сложным для многих людей, которые находятся в своих информационных пузырях, может быть сложным для них получить точную информацию. И я бы сказал, что если поставить цель исправить всю неточную информацию, эта цель будет недостижима для любого правительства, особенно если мы говорим о противостоянии глобальной пандемии. Единое решение этой проблемы это тотальная вакцинация всего человечества. Для правительств иногда может быть оправданно вмешаться и использовать любые инструменты, которые правительство может только определить для того, чтобы проверить информацию и бороться с распространением ложного контента. Политический курс по борьбе с ложной информацией, если есть проверка информации, есть ли подтверждение информации в определенных случаях. Если взять случай с COVID, то у правительства, я думаю, что есть верификация данной информации, и правительство может бороться с дезинформацией, также закрывать средства массовой информации, которые распространяют ложную информацию. То есть цель может оправдывать средства, если есть такая верификация, такое подтверждение. Спасибо. Спасибо большое за этот ответ. Вопрос адресован Лоре Торнтон. Несколько раз во время нашей дискуссии вы упомянули внутренних субъектов и деятелей, и иностранных субъектов. Есть ли аспект, как их деятельность может повлиять на свободу слова в наших обществах? Что вы думаете об этом? Мы очень об этом много думаем, и, как другие докладчики упомянули, речь не идет только об иностранных субъектах и их вмешательстве, а также очень много таких волн происходит изнутри общества. Иногда невозможно разграничивать между двумя понятиями. иностранные субъекты разгоняют волны, которые создали внутренние субъекты, национальные субъекты, или же наоборот. Как сказать? Все настолько сплавлено, все настолько перемешалось. Если взять пример выборов в Германии, у нас было несколько... Мы уделяли усилия тому, чтобы отслеживать потоки информации из России и освещения выборов и в других странах. Если в Германии на самом популярном YouTube-канале мы наблюдали, что в самых популярных YouTube-каналах транслировались сообщения, генерированные в медиа Russia Today, и Россия сегодня. Далее мы боролись с этим, и мы также боролись за то, чтобы эти сообщения не транслировались на немецких каналах. Однако мы получили обвинение в том, что мы блокируем свободные медиа. Тут находятся также украинские участники, участвуют в этом вебинаре. Сложно решить эту проблему, если привязываться только к границам или же к попыткам найти иностранного субъекта. Я думаю, что в этом вопросе содержится очень много всего. В США есть определенные стандарты свободы прессы, национальное законодательство стран может отличаться. В любом случае, это глобальная проблема. Очень сложно разграничивать между внутренними субъектами и иностранными субъектами. Марчин говорил об этом. Мы должны объединить усилия и вместе найти решение, а не так, чтобы Соединенные Штаты пытались разработать собственную стратегию, или же Германия. Это является глобальной проблемой. Спасибо большое, Лора. У нас много еще других вопросов, но это означает, что такое количество вопросов указывает на большой интерес к этой теме, и мы должны организовать еще один вебинар, посвященный этому вопросу. Я хочу поблагодарить всех наших панелистов за ваш прекрасный вклад в нашу дискуссию. Спасибо всех участникам этого мероприятия. Спасибо Агентству США по международному развитию за то, что оказываете поддержку в проведении наших вебинаров. Спасибо всем переводчикам. Мы сделаем перерыв на рождественские праздники и встретимся с вами снова в конце января. Желаю всем всего самого наилучшего. Берегите себя. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...